приветствую дорогие друзья на канале валентина пивень и борислава канал жизнь какова она есть но сегодня мы едем опять в деревню но не сами не валя и борислав а еще наши родственники племянники валентин вот они сидят машине это как тебя зовут дима сколько тебе лет 13 лет а ты умеешь на российский моем погану атаки на украинский на русском языке плохо а ведь я хорошо так себе антас так на украинский моют да тоже так себе себе и мама мама сопровождает их всего мало мало вот мы с таким семейством в ожидании сейчас около рынка находимся в ожидании валентины там крытый рынок находится сегодня наконец-то пасмурно стало температура 28 градусов было 35 36 и даже в киеве было 37 мы в белой церкви находимся под киевом на юг от киева по почти 100 километров вот будем уезжать это где мы сейчас находимся это район днс его называет или район крытого рынка вот как раз на рынок и валентина пошла он спрятанный за этим зданием там сторону синюю так вот туда нырнуть он вход и там крытый большой рынок продовольственный ну подкупить надо кое-что поэтому будем ехать снимать и по дороге может и там на селе жизнь племяшек которые два года не были семье до встречи остановились мало половецкой и идем на озеро со стороны нового какого-то кафе бара ресторанами на будет будущем но только начали не строить и витя и дима решили посмотреть что что такое интересное нас вот можно сюда заходить или нельзя конечно стройка только начинается эти котлован здесь будет здание естественно стоять вот здесь столики но еще примитивно все можно посидеть вот здесь людям типа отдохнуть а это что такое давайте посмотрим сюда давай 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 что-то за емину такая уху наверное что-то тут зал за будут закладывать наверно фундаменты что-то такое строить интересно это глина вот эта глина она просто темная глина там мокрая уже видно а тут светлое но пошли сюда на море вот они устроили здесь себе такое наверно выкупили столики делали а снимаем вас чтобы чтобы популяризировать ваши этот чтобы народ приходил сюда хочет сделать нам рекламу рекламу да она ютю я тут приезжей тоже вот здесь вот для детей смотрите какие штучки но сегодня пасмурные то никого и нету а там вот будет сидеть кушать закусывать и так далее ну наверно будет пляж тут со временем потому что ну вот так они тут единственное что плохо на мой взгляд так это что от отсоединили от той воды которая потому что уже видно вот зеленеет вода нету движения воды я сегодня был матюшах речка русь это же зеленая вода тоже зелено и озеро основной тоже зеленая это но с того же объем как у а вот в матюшах речка большая давайте шаг да и там зеленая такая же хуже если где-то брака луны он может того что температуры стоять ура большая сейчас цвета вода вывези ну это еще все много еще будущем тут стройка он я вижу металл привезли короче хотят людям облагородить сделать такой участок не не мы толкаю зачем вам компромат мы тут проезжаем каждую субботу воскресенье не мы избил и церковь тут 6 тоже буду я кейс басты тут тоже старый фундамент использую и будет видно здание какое-то строить здесь ну вот такое небольшое путешествие в этот в этот уголок малополовецкой где находится стройка будущего такого заведения для отдыха для того чтобы проводить наверно какие-то мероприятия просто отдохнуть посидеть покупаться по закусывать у малополовецкое село как видите это центр его потом школа там есть дальше но с магазинчики такие вот такое село вот автобус без бежит на белую церковь куда мы приехали мы переходим дорогу она свободна и едем на нашем хендай дальше до встреч пока по дороге становились а михайловке магазин недавно этот хозяин выкупил его и тут облагораживать и вот так вот ну так скажем симпатичненько вот такие перила там настроил всяких деревья так и камнем с беседки там подсобные есть постройки будущие внутри там магазин пока что один магазин продуктовый магазин вот и вот витя и дима когда вы здесь были последний раз по заплату этот домик не видели нет магазине а его и не было да а начинал и строй а там вот дальше мы уже там снимали как-то раз но а там озеро а так подниму выше фильм покосить еще тут внимание все каменосиль вот это ставок михайловке там рыба есть тоже но рыбаки ловит только удочки потому что запрещается ловить сети вот такая благодать и тишина а сегодня у нас 15 августа 2015 года валентина пошла купить себе нам купить всем сыра твердого потому что забыли купить белой церкви ну вот до встречи уже в селе и так мы приехали всем нашим семейством расширенным приехали село но сейчас по идет освоение участка дима гладит нику витя готов к походу пойдем сейчас пошли пойдем в садок сходим садок вишневый бибя хаты так а далее идем идем и высека сливка росте все огромнейшие сливы но оторвалась а шаробы массе сливка и моим вот бачки окно вот так она моется потом он и ну нормально без этих не есть по моему спрятался там да ну стояла хороша только поганый червячок смотри какие уже яблони бачишь повырастала пошли дальше пазара и груша упала груша бера упала ну шо ж смотри какие беры груша бера дивись сейчас мы ее по кустуем первый должен кустовать кто тот кто то и и здесь ухты какие красавицы ну давай ну куста клада ну наверно а он сады дыр сады таса и прямо есть муравьи поползли это плохо муравьи видите они их надо накидывать это это упала надо муравьев срочно бороться с ними червяк это не страшно просто грандиозная грандиозная груша а он 2 иди сюда такие же только мне кажется еще мощнее чем-то посмотри яки здорово не чуть чуть больше да это коровяк это коровяк ты соображаешь но они когда коровяк собирается до 12 часов утром и у нас собирать а сейчас 20 а вот еще одна яблонь то желтенькая такая бачки она видно поздняя но не поздняя средняя где-то но небольшая на оказалось а по размеру я ее подпер со всех сторон плохо шо вот тут было яблонька 1 я хотел посмотреть ее нету кто-то ее уже по тюпу а кто же там мог ее тронуть цеплохо я хотел на дети могли бы бегать другие что это сорняк а вот это солома я сюда и накидал здесь был чуть лук рос но чисто для того чтобы использовать его пошли дальше здесь заросший участок но помидоры с другой стороны при таких жарах как у нас лишь вот они попрятались они хоть не попеклись здесь даже зеленых много да вот но наш участок помидор на не очень а вот еще одна сливка вот хочешь попробовать а я люблю свою люблю ладно клубнику пошли на клубнику здесь эти помидоры мы посадили их очень-очень так раскидиста и они уже тут третий год помидоры и по помидоры по помидорам они а вот такой большого то становится ну может быть от того что мало было полива мало влаги то они небольшие но груша знатно вот интересная слива тоже ведь она такая как седая какая-то вот такой цвет даже не знаю как и сказать такой видите перламутровый слива круглая слива но еще пойдем цветень а виноград еще только поспевает пойдем ты видишь а вот эти заползает сюда муравьи у меня я сейчас муравьи надо срочно посыпать я не попробую насыплю они убегут через течение суток они должны сами покинуть они любят эту грушу она очень срочно а это мы идем идем уже знакомые многим кто смотрит наше кино ведем на территорию где мария степана хозяйничает и вот здесь растет добрый дать здесь растет клубника но она ее посадила понятное дело что уже не сезон же в августе клубника уже свое отросла вот но на следующий год на следующий год а здесь помидор тоже сколько их тут в основной участок это вот этого клубничка есть хочешь взять он я вижу красненькая вон вижу красиво на не смотри сколько здесь вот рядочек красненькой клубнички сорви можешь помыть можешь не мы а здесь море помидор просто просто горы помидор вот с посажены они густо и я сторонник что густо надо садить они себя сами держат не падать если падает это и падает ничего страшного не закрывает тебя от солнца пекучего солнца и вот здесь вот тут сейчас можно собрать килограмм 50 помидор можно свободно с этого небольшой участка собрать вот до разные сорты и и желтые красные о сливка есть большие крупные до по-разному ну вот такое хозяйство и вот видите просмотрел территорию как тебе понравилось вот будешь отдыхать почти двое суток тут будете до вечера завтрашнего дня бурячок ему не хватает как и всему не хватает дождя сегодня от вы вышло пару капель упала и все полива у нас принудительного нету и поэтому все только надежда на бога что он даст дождь с неба да чуть-чуть начала хоть расти потому что тоже тоже то же самое а здесь от груша груша видишь зимняя вот она наверху лишь сколько груши это мари степановны уши твоей бабушки вот здесь да несчастненькая несчастненькая я имею ввиду капуста но может чуть-чуть отойдет со временем но в августе месяце в середине августа она уже должна быть крупная здесь был рассадник помидор от оставили тут и выросла рассада но так такое начало пребывания видите и димы здесь на этой территории до встречи пока пока итак съемка продолжается не разбегайтесь и вот приготовление маленького мангального костра для мяса сейчас я положу там замариновала кусочек свининки антрикоты сейчас будет очень вкусно все все уже все хватило это будет наш обед ну конец да я думаю что 4 хватит так вот борислава привет вот дмитро вот виктор так передаю камеру ваши руки хорошо ну до встречи когда будет все готово мы еще вернемся сюда к этому костру к этому мангалу и так отдых продолжается вот борислав припахал младшего племяши не на работы как бы морилка морилка лестнице вау витечка рабочая одежда где у проблемка уже будь а чайник не лучше поставить а потом так это туда макай да 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 ну ладно чтобы у тебя получилось чтобы даже одежда не пострадала на ю тюбе потом будешь смотреть фильм про себя и про всех остальных вот так вот и борислав значит продолжает операцию яма грыжа вот там где было некоторые страдания некоторая история с некоторой травмой для этого надо чтобы лестница была как дерево проморенное для устойчивости от грибка и караедов и так далее вот виктор васильевич нанялся на поденную почасовую работу потом будет зарплату получать за доблестный труд сегодня суббота число никто не помнит она где-то там 16 или какую 16 или 15 августа 2015 год сам борислав пошел на огород копать карту или молодой картофель уже у нас достаточно созревший и уже где-то месяц мы кушаем молодой картофель до тщательная работа так и эта лестница будет стоять в этой яме такой погребок небольшой для хранения картофеля после сбора основного урожая который останется на семена и запас кушать потом часть мы перевезем город в погреб пока на этом все отдых продолжается отдых продолжается а вот и наш старший племяш племянник дмитрий вместе с некой которая устроилась там где и любят она там как тут тут как здесь вот оба наслаждаются жизнью суббота за шаббат забыла слово шаббат у димы и уники шаббат так все остальные продолжают пахать вон борислав с лопатой или шо дала привет привет тачанка я уже спрашивала интервью уже так шашлык уже закончился у нас кстати а вот после шашлыка будет картошечка чтобы угли и не пропадали даром пускай работают исполнять свою функцию отдых продолжается шаббат в действии итак отдых продолжается вот картина вот борислав смотрите друзья дорогие припахал младшего племяша на работы каменщика бетономешальщика красильщика вот это витюшка мой любимый племяш и вот этот борислав который стоит руководит руками машет ну вот шо можно сказать вот шо можно сказать дитя работает на каменных работах в карьере в каменном карьере вот шо делать вот шо делать ладно потом разберемся вне камеры так все 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 витюшка вот это последняя лопата все работы закончены как это как это называется не оврала наоборот все значит зарплата завтра или в конце рабочего дня дядя Боря вот тот Борислав рассчитается за эти все бетонные работы всем пока пока нету покоя витюшка скажи пока пока вот так вот нету покоя глаз да глаз нужен так сейчас мы посмотрим как работает Борислав ну да естественно конечно грозная вековая категория 100 килограмм и 35 килограмм вот так мы отдыхаем шаббат пока вот у нашей Ники шаббат шалом Ника отдыхает сегодня мы такое узнали мы такое увидели друзья дорогие Борислав обнаружил у нас на крыше дома там солома у нас травы и там лежит такая постелушка типа брезента Борислав пошел за лестницей полез за лестницей и увидел что там трое маленьких котят малюпусики такие полосатенькие может быть удастся их снять на камеру это оказывается Никины котята а мы пару недель не могли понять почему она исчезает в определенное место время вечером и утром появляется в принципе часика вовсе утра домик ее вот ее домик под нашим домиком вот это ее домик и она здесь не ночевала и мы вот эту загадку что никак не могли разгадать оказывается у ней здесь на нашем старом доме вот на этом доме на этой хате вот там вот где пристройка там у нас грыща крыша этой хаты там у нас сушатся травы и Ника и Ника там родила окатилась со своими котятами и Борислав их обнаружил я их еще не видела все их видели видите какая красавица Никусенька наша лапушка вот мы тебя рассекретили а мы то думаем куда это ты исчезаешь каждый вечер в одно и то же время а утром появляешься обычно ж так не было раньше вот такая наша мамочка молоденькая вот так вот вот Витечка поработал покушал и накачивает футбольный мяч будет с Бориславом забивать галы покой нам только снился дитя конечно таки работящие таки любящие что нибудь помогать делать строить копать рисовать рыть и т.д. и т.п. короче сейчас ремонтируют футбольный мяч сейчас Борислав покушает свою часть шашлыка и устранит это недоразумение с футбольным мячом футбольный мяч немецкий много-много лет забивались галыем сейчас Витечка что-то у тебя там чуть-чуть там там надо что-то там подкрутить в этом насосе сейчас дядя Борислав устранит все недостатки пока-пока отдых продолжается так значит о-о-о синяк обеспечен так чтобы жиры не собирались после ужина на этом пятачке проходит разминка так мяч так разминка двух юниоров в ожидании босса Борислава футбольного маэстро Борислав кстати футболист по молодости соревнования и так далее может когда-нибудь расскажет что-нибудь покажет может сегодня какой-нибудь фортель покажет так нарушения игра вне правил опа 1-0 бочка у нас таки было когда мы просто посыпались ну я и своим другом Егором мы попали в поручень магазина у меня это дело прямо в магазин залатило так и чем дело закончилось по ничем забрали мячик а свидетели свидетели этого происшествия что так спасибо что не в камеру короче дело Витя закончилось миром да о хорошо что хорошо тоже можно и штраф заплатить мяч а мяч забрали да все смеялось очень хорошо так вызвали тренера юниорской сборной пока сумерки не сгустились сейчас о Ника Ники лучше бы не присутствовать так Никуся лапушка моя по спинях так хорошо так сандалии поразбиваете у вас ну запланировано может сандалии и кроссовки у меня кроссовки у меня кроссовки у меня кроссовки о 1 1 0 стоит тоже чемпион я же сказала что ты в молодости на соревнованиях побеждал да все время побеждал ну так расскажи все время побеждал или лучше покажи лучше что-то покажи 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 только два шарика о давайте сейчас мусорку еще развалить комментарии отсутствуют комментатор уехал так хорошо шубочка без хихихи 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 по траве надо покатать хихихи шо мазила шо много мазил так шо там много мазил ника бедняга под кровать спряталась о лапушка тоже думает что за дела ну все кино заканчивается хихихи борислав покажи какие-нибудь приемчики ну ты че хихихи хихихи ночь уже на земле хоп 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 получается просто растренироваться растренироваться ты штукавш поужинал шарики ролики Ника, Ника, вау Ну вы точно, выживайте Нику со двора Она как специально Тебя помешала Так, чувствую Что что-то Футбола не будет А что-то будет Это я вот уже вижу Так, ну это была Репетиция, да? Так, ну хорошо Так, в общем Борислав, сделай логическое Завершение этого Шикарного этого Сильно долго ты снимаешь Надо короткий сделать Так, я же жду какого-нибудь Вертеля, вертеля Ну там На это Прими на грудь Там на спинку На шею На пузо Ну на пузо Прими О Ну все Сегодня 16 серпня 2015 Року И Витя с дядей Борью Роблять лестницу Для Ники С ее кошенятами Ты корреспондент? Ну рассказывай дальше Что Витя Робить Витя Затувает гвоздь В доску Так, в доску Ну все Хорошо Теперь берешь рейки Берешь рейку Одну, другую Клади прямо на этой Так И еще одну рейку Бери Рядом клади Ремня Так Тут склад Иду ключи Ну и примерно Дивись Примерно Чтоб сучки не попадать Вот сюда не ложи Бо тут сучок Вот все Будет центр Дивись Видишь? Вот так И теперь берешь И забиваешь туда Удар должен быть Дивись Вот когда ты На таком маленьком расстоянии Ты сильно не ударишь А надо повыше Поднимай Такое Хлац Видишь? Раз Раз И нема Дальше Подвигаем сюда Ну можно Вот тут Сробить Нам не обязательно Догори Беззяти Так Видишь? Повинно бути посередине По пальцям Тільки не попадай О Больше Замаг Вот и хорошо Только осторожно По пальцям Чтобы не грахну Бо будет Дуже болеть Уже Уже Можна не тримати Знаешь Что я тримаю Дальше Руку поставим И удар И все Бачишь Переворачиваем И это тоже самое Тут Сучков Не мах Да? Подальше От него Чтобы Сучок Бачишь Вот цей был У нас Наклон Пошел Ну ничего Давай его Так и его И был Отлично И цей Правильно А нет Тут двумя Зачем Голдок О Так Рука Подальше О Смотри Ай Куда Двумя Рука Ну хорошо Ладно Хорошо Зробили Дробины Для некой Кошенят Почти готова Уже Куда Становиться Лапами Да? Да Осталось Еще Трохи Можем Заметать Ткань Можем Конечно Сробить И тут Такие Перепонки Чтобы Им Открашать А можно Просто Ткань Им Натягнуть Ну Ткань Не нужно Скучать Вот Пистолетом Можно Прибить Ткань Чтобы Им Было Легче Бежать Ну И еще Одна Вот Вот Видите Да? Ага Тут Надо Повикручивать Ну Тут Ткань Нужна Оце Нужна Повикручивать Берешь Бежишь За Отвертка Рожковая А ты кино Снимаешь Через что Ты снимаешь Да Кино Ну И кому Ты будешь Ее показывать Кино Валя Валя Не хочет Не Рожкова Рожкова Она такая Ручка Бирюзова По цвету Так Комментируй Что ж ты не комментируешь Так Берешь Ты не знаешь Что вы делаете Мы делаем Для котят Переходы А это что это будет? И это переход Два перехода Один так Другой так Знаешь Как папа лестнице Робил Ты же не мотай камеру Ты же дивися Камеру надо держать Четко Направлять Видимость Потом на него Показать Кто крут Потому что ж не видно Одно 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 А этот Поломанный Бачишь Он Поломанный Видишь Поломанный Вот В сторону Откручу Тут Значит Так не крутит Дивись О О О О Так Открутит Я понимаю Что ты маленький рост Но Так Прямо И Крутит Да Можно взять И так Покрутить Тоже Если Рост не позволяет Ну Вообще То Так Правильно Там Держишь Тут Крут Рост Зрест По-украински Видишь Он Гайдается Туда Сюда Тобто Вин Зигни Не надо Пальцем На что А Уже Все Да Вин Кривый Значит Вин Уже Согнулся Просто По-российски Согнулся Вот Камера Не махай Вот так Тум Тум Потому что Зритель Не поймет Что она Шарахается Камера Должна Ити Плавно С одного Объекта На другой Четко Ты должен Видеть Картинку Которая Интересна Самого Работника Что он Делает Туда Сюда Переводить А я Паузу Поставить Вот И Пауза Не помню Бо тут Пауза Мон Ты Выключай Да и все И тебе Будет Пауза Итак Сегодня Воскресенье После Обеденное Сиеста У нас Очень Тепло И вот Молодые Работники Борислава Успешно Отдыхают Кошечка Тоже Естественно Такую Возможность Не могла Пропустить Чтобы Не пристроиться Рядом С теми Кто ее Любит И о ней Заботится История Про кошечку Эту Никочку Это отдельная История Наверное Борислав Расскажет Ее У него Более Интересно Получится Эта Кошечка Нам Такой Сюрприз Преподнесла Приятный Такую Печать Доверия Потому Что Когда На чердаке Обнаружились Трое Котяток Малюпусеньких То Это Только Означает Как Она Нас Любит И Как Она Нам Доверяет Вот такая Картина Милая Вау Райское Наслаждение У всех Троих Котят Ой Хлопят Пока Пока Сейчас Покажем Борислава Который Пилит Кидает Строит При этом Использует Наемный Труд Витечки Который На тележке Грузит Камни Что Делаем Пилите Грузу У нас Золотая Золотая Деревянный Крылья Антикоррозий Два Раза Для Для того Чтобы Потом Распилить На две Части И Опустить В этот Погребок Который Называется Грыжи Цельным Он Туда Не Войдет Хотя Там Место Хватно Отверстие Вход Вернее Тоже Прелестное Но все равно Это Шире И Длиннее Это не важно Но шире Чем Даже По Диаметру Поэтому Приходится Перепилить На две Части А это Значит Что Можно Напороться На гвоздь Который Находится Справа Но Пошел Налево Я Сейчас Так Напоролся На него Я не могу Его перепилить И Вынуть Его Придется И Перебивать И Так Все Разрезать Пополам И Будет Две Части Одна Часть Пойдет Влево Вторая Правая Лестница На нее Поставится Семенная Картошка Которая Собирается И Где-то В октябре Месяце Будет Закладываться В этот Погребок Спасибо За Ваше Интервью Рассказ Был очень Интересен До Новой Встречи Пока Кино Продолжается Сегодня Не Одним Объем Кино Продолжается Трое На Кроватке Нет Хорошо Хорошо Считай Нет Пока Продолжается Работа Работы По Сбору Грушек Уже Мы Часть Собрали Ведерки А Вот Эта Часть Уже С другой Грушки Немножко Здесь Их Меньше Но Их Много Лет Мы Ожидали Урожая И Наконец Душистые Сладкие Сочные Грушки Образовались За Грушками Конечно Нужен Уход Как За Деревом Так И За Самыми Плодами Деревья Нужно Обрабатывать Вовремя Это Точно И Нужно Удобрять Почву Чтобы Сам Ствол Крепкий Чтобы Все Веточки Были Здоровыми Вот На той Грушке Мы Столкнулись С этой Проблемой Когда Веточка Легко Поломалась Потому Что От Против Солнышка Я С ней Не Не Потому Что Ее Вот Вот Видно Внутри Ствола Сердцевинка Уже Была Темного Цвета Значит У ней Есть Какое-то Заболевание Надо Обязательно Узнать У нас Есть Чудесный Сайт Садовый Мир И Вот Там Автор Этого Сайта Рассказывает Очень Много Интересных Вещей Которые Лично Я В нашем Хозяйстве Применила Наверное Десятки Раз Уже И Вот Эта Ситуация Что Молодая Как бы Грушка Деревцо Молоденькое А внутри По сердцевине Веточки Идет Вот Такое Потемнение Самой Сердцевины Веточка Очень Легко Поломалась Вот Так А может Быть Кто-нибудь Из вас Знает Что Это За Заболевание Дерева Может Быть Из-за Того Что Какие-то Удобрения Не Такие Или Вообще У нас Их Здесь Не Было Кстати Вот Вот Это Причина Можете Написать В комментариях Свои мысли Пока-пока Продолжаем Ой Никуся Ты Помешала Вот Эта Веточка С груши Которая Легко Обломилась И Вот Это Вот Ее Сердцевина Темная Говорит О том Что Деревцо Приболело Его Надо Как-то Полечить Это Груша И Ника Усиленно Помогает Чтобы Съемка Была Активной И Интересной Вот Она Под этой Веточкой Пролезла Вот Так Вот Пролезла А тут Еще Два Котика По имени Дима И Витя Вот Так Вот И Значит Проблема Вот Этой Груши Вот Но Мы Узнаем И Будем Ее Лечить